Министр иностранных дел КНР призвал решать украинский вопрос путем мирных переговоров. Число китайских предприятий трансграничной онлайн-торговли превысило 120 тысяч. Зарубежный гостиничный бизнес активно инвестирует в рынок Поднебесной. Китайский экстремал побил рекорд Азии по слэклайну. Китайская сторона поддерживает мирные переговоры для решения украинского вопроса. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил после встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом в Пекине. Стороны обсудили консенсус Китая и Бразилии, который получил положительные оценки от обеих сторон конфликта. В документе содержатся три ключевых принципа по политическому урегулированию украинского кризиса – не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Документ также призывает увеличить объем гуманитарной помощи, противодействовать применению ядерного оружия и нападениям на атомные электростанции, а также поддерживать стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек. Уже 26 стран мира заявили о своем присоединении к этому предложению. Турецкий министр Хакан Фидан выразил поддержку этого важного документа, подчеркнув его значимость. В свою очередь Ван И выразил надежду, что чем больше стран присоединятся к консенсусу Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, тем раньше наступит день настоящей мирной конференции, и тем светлее станут перспективы установления мира. В Китае число предприятий трансграничной онлайн-коммерции превысило 120 тысяч. Они зарегистрировали более 30 тысяч международных товарных знаков. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР. За последние пять лет масштабы торговли в этом секторе выросли более чем в 10 раз. Только в первом квартале текущего года внешнеторговый оборот онлайн-коммерции составил почти 580 миллиардов юаней, что превышает показатели прошлого года примерно на 10%. Правительство КНР активно поддерживает развитие трансграничной электронной торговли и поощряет выход местных продуктов на зарубежные рынки. За последние годы в стране реализовали более 200 мер господдержки, направленных на углубление международного торгового сотрудничества. Зарубежные представители гостиничного бизнеса активно инвестируют в китайский рынок. По данным британской консалтинговой компании GLL, в прошлом году они вложили в развитие отрасли в Пекине и Шанхае почти 2 миллиарда долларов. Больше 90% из них пришлось на знаковые отели в исторических и деловых центрах двух мегаполисов. «Мы уже опережаем показатели прошлого года. Думаю, во второй половине 2024-го мы увидим в Китае еще больше гостей из-за рубежа на фоне смягчения визовой политики. Это обеспечит высокий спрос на первоклассные отели и окажет позитивное воздействие на крупнейшие города страны». Люксовая гостиница «Софитель» французской группы «Аккор» работает в Шанхае уже 30 лет. Она стала неотъемлемой частью исторического центра города. В прошлом году этот крупнейший в мире гостиничный оператор открыл более 100 отелей в Поднебесной. В этом году планируют открыть столько же. «В общей сложности мы хотим открыть еще более 400 новых отелей по всему Китаю. Сейчас международные компании активно возвращаются на рынок. Начался подъем индустрии, и это очень радует». Французская компания строит планы на десятилетия вперед. По ее прогнозам, через 10 лет Китай станет крупнейшим туристическим рынком в мире. В Китае становится все более популярным слэклайнинг. Это разновидность эквилибристики наподобие хождения по канату. Только вместо троса спортсмены используют специальные стропы – узкие ленты из нейлона или полиэстера. Зародился этот вид спорта в 60-е годы в Северной Америке. В Поднебесную его привезли 10 лет назад. С тех пор китайские спортсмены завоевали немало международных наград и добились удивительных успехов. Одно из последних достижений – новый рекорд Азии. Слэклайнер из Поднебесной – Шихайлинь. Прошел почти 570 метров по стропу шириной всего 3 сантиметра. Он был натянут между берегами реки Хуанхэ на высоте более 180 метров. Было очень непросто, но поддержка зрителей по всей стране и дух реки Хуанхэ помогли мне справиться с дистанцией. Я очень счастлив, что у меня получилось. Для Шихайлиня это не первое громкое достижение. В прошлом году спортсмен быстрее всех в мире прошел 100-метровую дистанцию. Также экстремал побил рекорды по балансировке на слэклайне на высоте 200 метров и по прыжкам со стропов. Еще один китайский рекордсмен Джан Лян покорил опасную трассу через ущелье Хутяся на реке Янзы в провинции Юньнань. Это очень опасная трасса. Порывы ветра и шум реки осложняют прохождение. Нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять баланс. Для своих рекордов китайские слэклайнеры выбирают знаковые природные места страны. Это помогает не только привлекать внимание к экстремальному виду спорта, но и развивать туризм в регионах.